Вот так вот. Так, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Здравствуйте, всем привет! Да, привет! Давно тебя не видел. Так, я очень рад вас всех видеть, конечно. Вот. Ну, у нас первым, раньше всех, сегодня записался у нас, значит, Александр Лебедев. И мы с нетерпением ждем его рассказа. Поехали! Так, классификация. Свиньи относятся к царству животных, типу хордовых, классу млекопитающих, отряду кита порнокопытных, семейство свины, род кабаны и домашних свиньев. Ближайшим родственником свиньи является бегемот. Ну, а также олени и киты, они тоже кита порнокопытные, как и свинья. И тоже близкие родственники. Свиньи также родственны человеку. Гены свиньи и человека совпадают на 90%. Из-за этого близкого родства часть органов свиньи может трансплантировать человеку, хотя проблема с их отторжением иммунной системой пока не до конца решена. Свиньи болеют практически теми же болезнями, что и человек, и их можно лечить теми же лекарствами. Вопреки общему мнению, свиньи это чисто плотные животные. Если им предоставить достаточное место, они будут на втором, чтобы не испачкать место, где они спят и не едят. Свиньи плохо переносят жаркий климат и любят купаться в воде. Они играли, чтобы ухлаждать свой организм, ведь они не способны потеть, потеть у них может только пятачок. Также они бояются грязить, чтобы бороться с паразитами и комарами. На Земле она считывает около двух миллиардов свиньей. Они живут на всех континентах, кроме Антарктиды. А в Дании вообще свиней в два раза больше, чем людей. Взрослая свинья может бегать со скоростью до 18 км в час. Они хорошо ориентируются в пространстве и всегда находят дорогу домой. В свиньи хорошо плавают, а на острове Тонго в Тихом океане живут свиньи, которые питаются пойманной рыбой, причем рыбачат они на глубине до 15 метров. В свиньи очень спокойные животные, редко проявляют агрессию. В свиньи 15 тысяч вкусовых рецепторов, у человека всего 9 тысяч. Видимо, поэтому свиньи предпочитают медленно есть, наслаждаясь едой свиньи. Наслаждаясь едой свиньи. Сияные животные могут питаться и растительной пищей, и мясом. Всем чем угодно. Свиньи выпивают по 15 литров воды в день. 50 тысяч. У свиньи острый нюх, поэтому их можно натренировать на поиск определенных веществ. Свиньи не завинимли помощники людей в поиске трюфлей. Исследования показали, что свиньи входят в десятку умнейших животных на Земле. Свиньи проводили различные тесты, где они продемонстрировали высокий уровень интеллекта. Их приятно считать умнее, чем маленьких детей в возрасте до трех лет, сумак и даже некоторых прима. Они прекрасно поддаются дрессировке. Животные могут выучить свои имена всего за две недели и способны откликаться на них. Кроме того, их можно научить пасти овец и играть в компьютерные виды. Вот здесь свиньи орудуют жизнь. Интересные виды свиньи. Первое. Мейшан. Это китайские поросята, которые получили свое название в честь анонименной китайской провинции. Отличительной особенностью их является черный окрас тела, морщинисткость кожи, очень длинные уши в сочетании с короткой головой. Благодаря большой площади ушей они обладают способностью хорошо регулировать теплоотдачу. В результате китайские свиньи идеально подходят для разведения в жарких странах. Мангалица. Кудрявая менгерская мангалица была выведена еще в середине 19 века в Венгрии. Их отличительной особенностью является кудрявая шерсть, как у овцы, как раз который зависит от разновидности породы и питания. Рождить их выгодно, потому что кроме мяса можно получать пух. В Венгрии приравнены к культурному наследию. Ростлый хряк мангалица весит 300-500 кг, свинья 190 кг. Прирост веса в свиньи 700 г в день, то есть вес поросенка к 6 месяцам будет достигать 70 кг. Гемпшир. Это порода домашних свиней, которая характеризуется стоячими ушами, как у собаки, черной мальчью с белым поиском, идущей через лопатки и беременные конечности. Она родом из Шотландии и Северной Англии, где была известна как старая английская порода. Кистюхая свинья. Кистюхи и свиньи обитают в западной Центральной Африки. Их ареал постирается от Северогала до демократической республики Конго. Встречаются как в лесах, так и в саманах и болотистых местностях, избегая лишь чересчур наслышленных ландшафт. Кистюхи и свиньи активны к мальчам, а день они проводят в норках, как правило, скрытых в густой растительности. Этот вид живет в семейных группах небольших от 2 до 15 особей. Они владеют собственными участками, которые помечают, оставляя клыками, царапинами у стола с деревьев. Из-за вытеснения человеком естественных врагов этих свиней, таких как леопард, этот вид значительно размножился. И теперь в некоторых регионах кистюхи и свиней рассматривают как вредители, так как они вторгаются на плантации, а часть их разоряется. Бабируса. Это слово малайское, оно означает «свинья линь». Это свиньи средней величины, вес редко превышает 80 кг. Встречаются они только на индонетическом острове весе и некоторых принадлежащих островах. Характеризует... Главной особенностью является наличие двух парк рук. Свиньи рекордсменов. Самая тяжелая свинья. Это так называемый старый слот, который относился к лестерской породе. Жил он в 19 веке в Графте, Чеширо, Великобритании у фермера под именем Джордж. Вес старого слота достигал 6 тонн 400 кг. Самая дорогая свинья, когда-либо проданная на рынке, стоила 56 тысяч долларов. Это 5 миллионов 500 тысяч рублей. И являлась мангалицей. Она была продана в США в 1985 году. Самая маленькая свинья. Селекционеры хорошо поработали над карликовой домашней свинью. Они потратили много лет, кучу времени и сил, и смогли вырастить свинюшку весом всего в 30-50 кг. Вывести таких животных настоящие достижения. Жаль, что они тогда не знали о настоящей карликовой свине, которая может весить всего 5 кг. Это поркула Сальвания, живущая исключительно в саловых лесах на западе Индии. Примечательны они тем, что живут в гнездах из соломы. А сейчас осталось всего 250 особей данного вида. Правительство Индии их актимы защищают. Еще один раздел презентации. Как будет хрю-хрю на разных языках. Звуки, которые издают свиньи, в России слышат как хрю-хрю. В Голландии – кнор-кроун. Англичане – оинг-оинг. Во Франции – гроинг-роинг. В Германии – грунс-грунс. В Албании – хунг-хунг. В Швеции – нюх-нюх. А в Японии вообще – бун-бун. А теперь викторина. Свиньи в пословицах и поговорках. Утка, волк, бык, гусь или овца. Включайте микрофон. Я думаю, волк. Я думаю, волк. Овца, овца, овца. Мне кажется, утка или овца. Утка или волк. Утка или волк. Пока что нет правильных ответов. Ага. Гусь. Гусь – это правильно. Правильно. В простонародье считалось, что гусь – это птица гордая. Его олицетворяли с абстракратичностью. Свинья же – это животное простое, неприхотливое. Они друг к другу неровня. У них не может быть ничего общего. Отсюда и пошло выражение «гусь свинья не товарищ». Ну, вопрос второй. Что нужно метать перед свиньей? Не нужно метать перед свиньей. Витя, алмазы и курины, как гранаты. Я думаю, гранаты. Икру. Еще предположение есть? Нет. Икру. Я думаю, алмазы. Алмазы. Потому что они могут рассердиться или не знаю что, но я помню, что они алмазы. Правильно? Нет, я правильно. Я алмазы. Бисер? Бисер? Бисер – это правильный ответ. Ой, я забыла. А почему бисер-то? Почему именно бисер, а не алмазы? Я попробую пускать. А что значит метать? Это как метать? Метать бисер, ну, бросать бисер. Рассыпать, да? Да, да. Метать бисер перед свиньями выражение означает, что не стоит рассуждать о чем-либо серьезном с неверным. Вопрос номер три. Что всегда везде найдет свинья? Трюкель, грязь, воду или бисер? Верно, в бисер. Писер? Грязь! Грязь! Грязь, правильно. Нет. Правильно. Свинья, грязь и везде найдет. Так говорят о том, кто везде найдет себе следящую компанию. И завершаем мы нашу викторину. Вопросы, не связанных с русским фольклором, вам нужно найти, соответственно, между мультипликационным героем и его именем. Ладно. Один – это Нюша. Угу. Два. Один – это Нюша. Второй – это Чуй. Нет, это Нюша. Может быть, мы как-нибудь ручку, например, а то сейчас один герой всех угадает. Захар или Ульяна, кто у вас? Это я. Я думаю, второй – это Чуйня. Нет. Ульяна, твоя версия. Давайте по очереди. Давай, Ульяна. Это кто? Как думаешь? Чуйня. Чуйня. Кого вы знаете, называйте? Ульяна, ну, кого ты из них знаешь, кроме, вот, первый, потому что первый вы отгадали уже. Я знаю... Пяточка. Вот. Пятый – это Пяточок. Правильно. Правильно. А еще трое героев. А еще, может быть, Аким и Рада. Есть у вас версии? Второй – это Фунтик, наверное. Да, правильно. И остались третьи и четвертые. Аким, ты включался. Я смотрел очень много Чуйню. Чуйня – это картинка номер три. Правильно. И остается только картинка номер четыре. Это Фунтик. Неужели Чуйню угадали? Всем спасибо за внимание. Шикарно. Спасибо, ребята. Шикарно. Меня удивило, что свиньи оказываются не такие глупые, как я думал. А еще кого удивило? Меня очень многое что удивило. Вот. Первое, что меня удивило, что вот эта самая маленькая свинья, ее осталось всего 250 видов. Еще меня удивило... Особи, не видов. О, особи. Я уже поехал. Еще меня удивило, что свиньи умеют плавать, ловят рыбу на глубине 15 метров. И еще, что они валяются в грязи, потому что, ну, чтобы избавиться от всяких паразитов и комаров, меня это очень удивило. Ты забыла, что лиц? Я забыла. Меня удивило, конечно, селекционеры, которые вывели таких маленьких свиней. Вот. Да. Это, конечно, удивительно очень. Ну, еще что вот это вот, которые ловят рыбу на глубине, конечно, потрясло меня совершенно, я такого ни разу не слышал. То, что свиньи умные, да. Это я давно знаю. Вот. Ну, конечно, кроме трюфелей они... А, кстати, а что такое трюфель? А чего они такое ищут? Тимофей, выгляни, пожалуйста, вы в камеру, я хочу фотографировать. Ну, вот так, хорошо, спасибо. Ну, так что это? Грибы. Да, это грибы. Конфеты шепчет грибы. Конфеты какие пирамидные. Да. А? Чего? Чего? Офо включил, да? Грибы. Понятно. Кто шепчет грибы? Конфеты сладкие? Нет, грибы это сказал Саша. Да. Тогда громче говори, Саша. Ну, нормально вроде бы говорю. Ой, сейчас нормально. Да. Не, очень здорово, ребята. Я вам рекомендую обратить внимание на рассказ, который сейчас у брата рассказали. Вот. Тимофей и Александр. И на качество их на презентации. Вот. Материал очень подобран аккуратно. Рассказ сделан очень задержательно. Выбраны такие факты. Ребята, пожалуйста, откройте тайну. Вы текст, ну, сами компоновали? Конечно. Вот. То есть они не брали какой-то готовый текст и шпалили бы его подряд. Они выбирали текст. Вот для нас это очень важно, потому что, ну, не хочется слушать, так сказать, что-то такое скучное. Вот. А здесь была каждая информация. Так какие прекрасные викторины. Просто замечательно. А, да, меня вот еще удивило, что гуся отгадали в последнюю очередь. Да практически не отгадали. Это было потрясающе, конечно, да, что... Да, да, что гуси не не давались. Это вот вообще... Поговорки, пословицы, да. 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 Ну, ладно, это меня тоже удивило. Вот. Ну, и другие тоже пословицы. У меня мультики умилили. Ага. Вот. Спасибо, Арина. Спасибо. Так, ну, теперь у нас кто будет? Захара или Ульяна? Ульяна. Ну, давайте я... Я не против. У меня маленький. Ну, как сказать. Не совсем маленький. Так, я сейчас включу его. Он у меня включен. Все, можешь... Я уже включаю. Так, что-то грузится. Долго грузится. Какую я нам... Выгляни в окошко. Я вас сфотографирую. Спасибо. Ой, не успел. Не успел. Ну, ладно. Потом. Так. Раз. Так, на столике. Захар, ты можешь вот сюда? Нет? Да. Захар, не стучи, пожалуйста. Так. Видно? Угу. Да. Так, шить игрушки. Для того, чтобы шить игрушки, надо нитки, иголки, набивание шерсти. Ну, как сказать. Наполнитель. Да, наполнитель и выкройку. И, конечно же, обязательно ткань. Она абсолютно любая. Вот. Есть такая тонкая, есть мягкая, есть разноцветная. Толстая. И толстая. Ну, вот. Вырезаем вот эту вот выкройку. Потом наношу ткань. Лена, Лена. А можно загадать детям загадку? Да. Что получится, когда из этого получится игрушка? Будет она не скажет. Кто думает, что получится? Она сказала, будет загадка. Будет. Она сказала. Да. Будет у меня не одна загадка. Нет, я имею в виду, мне очень любопытно, чтобы ребята сказали свои предположения, что получится. Вот из такого и выкройку. Я знаю, я не буду говорить. Я знаю, я не буду говорить. Ну, кто не знает, пусть предположит. Улитка. Еще предположение? Мне кажется, улитка, которую можно отсоединять и присоединять. Что? Улитка, которой можно присоединять ее корпус и можно отсоединять. Ну, там, это, знаете, ну, да. Еще можно сказать про эту улитку? Улиток самая главная часть внутри этой ракушки. Значит, ракушку можно будет отсоединять и присоединять к этой игрушке. Так, Илюша, Илюша Дня. Давай, Уляночка, продолжай. Так. Правильно, я решу. Улитка. Зашиваем, но оставляем отверстие, чтобы набивать нашу плюшевую игрушку. Вот. Дальше набиваем. Можно палочкой какой-нибудь, а можно пальцем. Я, в общем, набиваю только пальцем. Ну, если там не тонкое отверстие, то я набиваю палкой. Набили и потом зашили. И получается вот такая вот улитка. А правда это не такая улитка получается? Это моя улитка, я ее сама сшила. Почти такая же. Вот. Почти такая же. Просто у меня там была полоска, которую я набила, набила. И я ее скрутила, а потом пришила к нашей основе. Вот я сейчас сшила мышку, собачку, моя милая. Загадка. Загадка. Что это такое? Что из этих частей получится? Ну, можно сказать так. Давайте, включайте микрофон и отгадывайте. Давайте. Там четыре лап. Там пять лап. Включаю хвост. У нее есть два уха. Или что это такое? Не важно. Еще есть тело и еще есть голова. Ну, корова, наверное. Нет. Нет, не корова. Овечка. Нет. Нет. Смотрите. Собачка. Нет. Но нет. Мне кажется, это кот. Да, это кошка. Но это почти что котик. Почти что кот. Это голова. Это все уже поняли. Это тело. Вот это вот. Вот это, по-моему, хвост. Я уже не помню. Вот эти длинные, это ноги. А вот это вот ушки. А, здесь плохо видно хвост. Вот почему. Хвост надо было отдельно положить. Да. Не, просто мы давно уже ее сшили. Я хотела вам сфотпить и показать, какое получилось. Но у меня она где-то дома. Действительно. У Лена ее немного потеряла из виду. Вот, дальше. А про это, как делать такие штуки, я расскажу на следующее занятие. На следующее встрече. На следующей встрече. И спасибо за внимание. Ой, Лена, спасибо. Ребята, что удивило вас? Удалить нажим. Меня удивило то, что она умеет шить игрушки. И есть один вопрос к Хулияне или к Захару, неважно. Вы можете ответить сразу. Можно использовать вату, которую, раз соединю, взял несколько ватных ваты, а потом начал ее рвать. И может ли брать ее вместо того? Можно вообще любую вату брать. Можно хоть шерсть брать. Можно хоть, не знаю, пенопласт, который скомканный, вот эти вот брать. Спасибо. Можно... Я возьму маленькие шарики. Да, можно маленькие шарики. Любой наполнил. Это очень удобно. Ну, просто у вас будет твердо, если вы возьмете, например, вот эту... Шарики пенопласта. Или шарики пенопласта, или обычные круглые шарики. Я знаю одну... У меня есть такие игрушки, которые половина в шерсти, точнее, в этом... Как это? В шариках? Нет. Ну да, в шариках и половина это ват. Вату надо брать... Настоящую вату, не ватные диски, а настоящую вату. Я знаю. Разрывать сначала, а потом использовать как наполнитель. Я так же и хотел делать. У меня есть идея. Можно просто брать обыкновенную обцу, потом брать ножницы, отрезать от нее чего, потом это стирать, потом серебить, ну и так далее. Оригинальный способ, но очень долгий. И открывать маленькую мануфактуру по производству сукна. А еще можно добывать шерсть типа такого. Если у вас есть кошка, есть собака, то у нее есть обязательно чесалка. Ну, может быть. Чесалка для шерсти, там вот эта вот такая. Когда кошка линяет, остается от нее, много шерсти не нужно. Ее и можно набить игрушку. Да. Да. А можно вообще раз шерсть сделать игрушку? А можно взять специальную штуку для того, чтобы чесать кошку или собаку? Чесалка. Чесалка, вот. И взять, например, шерсть вот такую. И это будет мягкая. О, у меня идея, раз она норализаторская. Нужно пойти к грумеру и собрать у него отходы. Да. Не нужную шерсть. Да. Они не нужную шерсть это выкидывают. Могу вам сказать. Не, почему? Некоторые они могут... Некоторые оставляют себе на память. Не, почему некоторые грумеры, они могут из шерсти, ну, прям реально делать игрушки. Вот я сейчас, допустим, делаю глаз. Да, вот у меня... Ну-ка, ребята, я вас не сфотографировал. Сделайтесь близко друг к другу, я вас... Ну, вот так вот хорошо, да. Ой. Ну, давай, сделай хорошо, вот так. Опа, снято. Все, наконец-то. Так, ну, что? Можно кое-что сказать Захару? Он очень похож на моего друга. Правда? У меня тоже друг похож на друга. Да. Только его зовут Борис, моего друга. А, понял. Ну, значит, я Борис. Борис Захадер. Ульяна. Захар, ты будешь делать доклад? Да, сейчас, подождите, я открою. А я потом к нам быстренько бегу. Все. Так. Я, в принципе, готов. Так, 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 так. Можно, хочется сказать Захару или всем, кто будет показывать? Вы можете это сделать в виде видео, как я делаю уже. А, я понял, да. Я понял, о чем ты говоришь. Но мне, в принципе, это не сильно надо. Так, у меня был сразу вопрос Захару. Как он на такую тему напал? Ну, так вот. Вы же задали мне про лего вопрос, что можно было купить на одну датскую крону. Я этот ответ не нашел, к сожалению. Я очень расстроился, но у меня есть много других интересных фактов и истории. Поэтому, простите, пока что не выполнил ваше задание. Пока что только. Домашний. Но я его, я постараюсь найти. Я, ну, прям, не знаю. Ты напомни всем нам, почему у меня такой вопрос, Владимир. Так, 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 так. Вот я даже сам не помню. Ну, наверное, там была цена игрушек. Там было, нет, не цена игрушек. Там была цена этого специального оборудования для создания лего. Вот. А, они какой-то пресс купили. Да, 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 да. Он стоил очень много. Там одна датская крона, что-то там. Ну, не то, что одна датская крона. У меня заинтересовало. Я нашел к еврам. Я нашел к еврам. Я курс нашел датской кроны. А что можно купить, я не нашел. Итак, ладно, давай. Смотри, они в каком году купили этот пресс? Ой, лично я, по-моему, в 48-м. Вот. Меня интересовало. Курс датской кроны в сегодняшнем деньгам. Каким-нибудь хочу. К русским и каким. Я вам расскажу и к еврам, и к русским, и к рублям. Я смотрю, Тахар, что меня интересует, меня интересует курс вот того года, 40 какого-то восьмого, к сегодняшнему деньгам. Пусть даже к сегодняшней датской кроне, сегодня мы можем курс посмотреть в интернете, и тогда мы узнаем, сколько же они, какое они состояние отдали за это устройство. Пойна задача? Не очень, но сейчас... Ну, я тебе так скажу. Вот при царе корову можно было купить там за 5 рублей. Это много или мало? Ну, смотря какие 5 рублей. Ну, царские, естественно. Царские 5 рублей, у меня есть только 5 копьек царских. Я думаю, это очень дорого. Корова за 5 рублей. Ну, так вот, понимаешь, в то время корову можно было купить за 5 рублей, а сегодня за 5 рублей можно купить, сам знаешь, сколько, правда? Ага. Вот. И поэтому... Надо узнать, за сколько можно купить корову сегодня, и тогда можно понять, что такое 5 рублей при царе было. Понятно? Вот надо так же сделать с датской кроном. Например, что отнять... Получается, это будет мое домашнее задание. Да, верно. Давай, мы тебя слушаем. И так, история датских денег, часть первая. У меня что-то по частям уже пошли, прям. Лего часть первая, история часть первая. Так. Так. Всё. Итак. Как появились крона и эра? Вообще, в Дании есть валюта, как крона, это у нас как рубль. Ну, сравнение, я имею в виду, что крона, это, допустим, рубль, а эра, это копейка одна. То есть, столько же эра в одной кроне, как копеек в одном рубле. То есть, одна крона, это 100 эры. Итак. Шекспировская цитата. Неладно что-то в датском королевстве, совершенно неприменима к национальной валюте Дании. Вот с ней-то как раз всё в порядке. Королевство Дании – одно из немногих государств, которое сохранило свою денежную единицу, крону. Несмотря на то, что Дания является одним из старейших членов Евросоюза, она до сих пор не входит в еврозону. Её денежной единицей остаётся датская крона. Она состоящая из 100 эры. Датская крона имеет хождение на территории всего датского соединенного королевства, состоящего из трёх автономных частей. Собственно, королевство Дании. Дания. Пареарских островов и Гренландии. В этом содружестве Дании играет роль старшей сестры, от которой исходит вся власть законодательная, исполнительная и судебная. Национальный банк Дании выпускает для Фарейских островов особую региональную валюту, крону Фарейских островов. Ой, блин, до сих пор выговорить не могу. Жестоко привязанную к датской кроне по курсу один к одному. Вот здесь на картинках нарисовано. Ладно, картинки потом. Эпизодическая чеканка монет на территории Дании начинается в 8 веке. Это анонимные серебряные монеты, или даже, скорее, монетовидные знаки без надписи с изображением Бога Одина. Вот. Так, сейчас. Вот. Это монеты с изображением Бога Одина. Это одна из первых датских монет. Первая половина 8 века. Серебро 1 грамм. То есть в этой монете 1 грамм серебра. Так. Первая систематическая чеканка монет с упоминанием названия страны и имени правителя началась в 1990-х годах при короле Свене Вилобородом 986-1014 года. Это были серебряные монеты Пеннинги. Весом около полтора грамма. Полтора... Около полтора грамма. С легендой на латыни. Свен Рекс Ад Дейнер. Не знаю, как это читается. Свен Король Дании. Чеканку пеннингов начали благодаря грабительским походам датских викингов в Англию. Англо-саксонские короли... Это я не понял. Каких походов? Так. Грабительским походам датских викингов в Англию. Благодаря грабительским походам датских викингов в Англию. То есть датские викинги, они ходили грабить Англию. Англо-саксонские короли были вынуждены откупаться от налетчиков в Данию, которая получила название датских денег. Например, в 991 году датштанам было уплачено 10 тысяч фунтов серебра. Монеты Свена Виллобородова также являются нумизматическим свидетельством крещения Дании. Пеннинг... Вот, смотрите. Снизу от первой монеты, одной из первых монет, на которой было изображение Бога Одина, внизу, это пеннинг Свена Виллобородова, 990-х годов. Монетный двор в Лунде. Серебро 1,4 грамма. Почти полтора грамма. Вот. От названия первых датских монет, пеннингов, произошло датское слово пенге, деньги. На протяжении тысячелетия датские короли, за некоторыми исключениями, выпускали монеты со своим именем, монограммой и или портретом. В 1618-1619 году основной денежной единиц Дании впервые стала крона. Корона. Ну, на английском корона, насколько я понял, если это английский вообще. Название этой серебряной монете дало изображение большой королевской короны на реверсе. Так, смотрите. Те, кто не знает, что такое реверс, я не очень помню переднюю часть, но реверс – это задняя часть, то есть реверс – это задняя часть монеты. Ну, как, это орел на русском рубле. Вот. Орел – это реверс, а передняя часть, там, где изображена цифра, я, кстати, не помню, как она называется. В 1873 году был издан закон, по которому национальной валютой королевства Дании стала крона, состоящая из 100 эр. 1 января 1875 года этот закон вступил в силу. В том же году страны с денежной единицей и кроной Дании и Швеции создали скандинавский монетный союз, позже к нему присоединилась Норвегия, в котором серебряный стандарт был заменен золотым стандартом. Стандартом из расчета 2480 крон – это 1 килограмм чистого золота. Причем не обычного золота, а чистого, то есть эти монеты были из чистого золота. Ну, хотя, может быть, и немного не из чистого, просто разбирали, так сказать, по компонентам. То есть там еще несколько было компонентов в монетах. Скандинавский монетный союз вместе с золотым стандартом прекратили свое существование в 1914 году, с началом Первой мировой войны. на короткий период с 1924 по 1931 год в Дании был возвращен золотый стандарт, но зачем от него отказались окончательно. С 1999 года датская крона жестоко привязана к евро по курсу 7,46 к одному. То есть получается 1 евро это почти ну, это примерно 7 датских крон. То есть 1 евро это сколько? 80 рублей получается около. Да? Немного помогите. Напомните. Сегодня это 100 рублей. 100 рублей, вот. Получается 1 крона это было примерно 700 рублей. То есть получается неправильно ты посчитал. И не жестоко, а жестко. У тебя два раза жестко, это немножко нежестоко. Извините. Ну получается ты берешь 7 крон и они помещаются в 1 евро. ой, спасибо. Ну получается 1 крона это было около так 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 ну около 14 рублей ну да около 14 рублей вот уже более 20 лет этот курс остается неизменным. А, блин что я гадаю 14 рублей это 13 рублей это 13 рублей и 2 копейки я же смотрел там дальше будет написано вот здесь 2 кроны на картинке нарисованы 2 кроны 1875 года Датское королевство Кристиан 4 нарисовано серебро 14 грамм Другая цифра Кристиан какой? Ой 9 серебро почти 15 грамм эмитентом банкноты монет датской кроны является национальный банк данный учрежденный в 1818 году до недавнего времени датские денежные знаки выпускал королевский монетный двор в Копенгагене основанный в 1739 году однако в связи с падением популярности наличных денег и массовым использованием населения страны безналичных расчетов в 2016 году изготовление монеты блокнот было прекращено к сожалению было прекращено вот так и выставлено и выставлено на торги сегодня банкноты датской кроны печатает французская компания так-так-так-так-так читать не читать я думаю лучше не читать ладно прочитай обе обе сур какой-то фи сейчас блин в английском я не очень ладно тем более это французский давай французская компания а монеты окей французская компания а монеты чеканят монетный двор Финляндии читать я тоже не собираюсь итак возвращаемся обратно в тысячные года монетный ряд датской кроны в настоящее время точнее еще не возвращаемся время состоит из следующих номиналов 50 1 крона 2 кроны 5 крон 10 крон и 20 крон несмотря на то что датские монеты это только монеты купюры были и 100 крон и 200 крон были так несмотря на то что датские монеты сегодня выпускают выпускаются за рубежом на всех номиналах присутствует довольно необычный но традиционный знак королевского монетного двора Дань сердце вот так вот здесь вот 50 эры 2018 года и как раз есть сердце на всех датских монетах изображена стилизованная корона короля крестьяна пятого созданная в 1670 в 1671 годах ей короновались все датские монархи вплоть до упразднения абсолютной монархии в 1849 году и вот как раз корона крестьяна пятого нету королевства королевства нету у них так 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 получается что вроде как сейчас уже королевства нету хотя может быть есть но скорее всего нету позвольте продолжу впоследствии корона использовалась на похоронах датских монархов последний раз ее выносили сокровищницы замка Розенборг в 1972 году в день похорон отца нынешней королевы значит есть королевство получается отец отца звали Фредерик четвертый получается да корона крестьяна пятого сделана по образцу короны французского короля Людвига так Людвига 14 но мастер заменил французские заменил французские герои геральдические флюр де луз какой-то листьями пальмитами вес короны составляет 2 килограмма и получается 2 килограмма 0 8 граммов получается 8 граммов так монеты номиналом 1 крона 2 крона и 5 крон имеют круглое отверстие в центре изготавливается из медно-никелевого сплава вот как раз сверху 1 крона 2 кроны и 5 крон 1 крона вот здесь по 2 монеты 1 номинала 2 кроны и 5 крон 1 крон а 3 кроны а 3 кроны у нас у нас тоже блин что я нажал так у нас же вроде как нету 3 рубля поэтому ну 1 монет и у них то же самое то есть 1 крона 2 крона номиналы 10 и 20 крон единственные циркуляционные монеты на версии которых изображен портрет правящего монарха с 1972 года королева Маргаретте 2 монеты чеканятся из алюминиевой бронзы портрет королевы время от времени меняется например на 10 кроновой монете присутствовали портреты разработанные скульптором Хане Вармин 1919-1993 года медальером Яном Петерсеном 1994-1999 года профессором Могинсом Мюлером 2001-2010 года Итак Итак Это 10 крон 2014-го года Они на той картинке мы вынеслись поэтому я их сюда перетащил Какой нынешний курс одной датской кроны в соотношении к российским рублям? Одна датская крона это 13 и 2 рублей то есть но это не так уж и много Нижний вопрос можно даже и не спрашивать ну и не читать потому что вы уже знаете что я не нашел на него ответ но я напоминаю я его обязательно найду Спасибо за внимание Так Теперь Тахар Какой первый слайд? В смысле какой первый слайд? Ну первый после заголовка первый слайд После заголовка? Да был как появились крона и эры Да вот я понял окей и последний потребляй на весь который это которая вот это да она все спасибо Тимофей Лебедев Меня удивило что в Дании валюта не ела она же входит в Юросоюз не указывает ли в еврозум и то что монеты там в отверстие по центру Есть еще интересный факт у моего двойерного брата Дамира может кто слышал ну он был на на занятии на встрече нашей вот у него есть монеты по-моему китайские или японские монеты маленькие такие медные и у них посередине квадратное отверстие ну интересно узнать было бы отверстие почему у них монеты есть Дамир который рассказывал про прыгунчики ну Захар у них было еще есть удивление так ну вот у меня удивление что англичане так много денег платили этим ну как бандитам то есть получается датчане это наследники бандитов ну не то что наследники потомки потомки в роду были были бандиты викинги викинги не бандиты викинги но это одно и то же да по мне так бандиты ходят только в одном городе и прям по всему миру путешествуют в каком городе бандиты ну я имею ввиду какой-нибудь бандит он не станет плыть в это в Африку чтобы там ограбить город он я думаю будет только в одном городе сидеть ну понятно ну вот весь мир возмущается то у них там в Дании весь определенный день в году ранее выходят на берег моря и начинают кромсать дельфинов и море покрывается превращается в красное такое жидкость и весь мир возмущается вот вот интересно было бы узнать например в Испании они убивают быков а вот эти они убивают дельфинов почему те и другие так делают вот может быть кто-то возьмет такой рассказ сделать ребята я только можете его повторить пожалуйста а Илюша хорошо ну смотри как так получается что в Испании быков убивают на кориде а в Дании дельфинов убивают вот и очень они когда убивают дельфинов очень радуют вот у них такой прям про когда быков убивают радуются быков они вообще круглый год убивают я слышал что они собираются принять закон который это запрещает но пока у них ничего не вышло да ну понял я попробую про это ну хорошо так удивление чего есть кого там рука меня удивило то что есть отверстие в некоторых монетках и что ну есть датская корова что датская крона ну я извините ну еще не помню что удивило о ты мне напомнил что меня удивило меня удивило что они члены евросоюза а монеты у них свои деньги у них свои а в швеции точно так же там тоже шведская крон хоть они и входят в евросоюз но они в ее разум вот вообще дают как они утепляются ну и можно я буду рассказывать свой не илюша сейчас у нас уже все мы заканчиваем сейчас много времени мы уже сейчас занимаемся а можно что скажу вы говорили про то что типа в каком-то городе подожди Захар я не слышу что я говорил вы говорили что в каком-то городе я не помню не запомнила название вот там убивают дельфинов а еще в одном городе убивают быков да по меня есть шутка к этому вопросу а почему они убивают гусей потому что им жалко ну да например потому что голодные люди да нет не поэтому вот как раз илья займется этим вопросом и узнает почему убивают да да ну да илюша а ты вечером нам расскажешь хорошо да попробую тогда вечером а у вас же это еще по-моему ну до 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 ну и вообще вот к этой теме где кого убивают а где где кого например считают священные животные вот в индии там священные коровы где-то я читал еще какие-то животные собаки что ли в какой-то стране есть вот вот это очень все странно как-то как это так у людей получается вот например в австралии австралийцы кроликов пищу не употребляют почему некоторые народы свиней не употребляют тоже почему это уже много такие ветристая тема откуда люди такое себе придумывают ладно ну что ребята спасибо вам большое было очень интересно я узнал так много такого чего я не знал даже раньше вот так что все всем до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Спасибо.